МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опасная мода. Специалисты КБ-50 рассказали о профилактике зависимостей. Время сильных. Профсоюз ВНИЕ провел праздник для работников ядерного центра. Лидер против аутсайдера хоккейный клуб Саров встретился с командой из Урения. Далее расскажем обо всем подробно. Появившись на рынке несколько лет назад, вейпы быстро завоевали популярность среди молодежи. Многие подростки практически не расстаются с электронными сигаретами, не задумываясь о том, какой вред наносят своему здоровью. В этом виноваты в том числе и производители устройств, которые заявляют, что их продукция безопасна для организма. К чему приводит зависимость от вейпов, рассказали школьникам медики КБ-50. Рак, заболевания легких и сердца, заражение гепатитом и туберкулезом. Появившиеся несколько лет назад вейпы изначально позиционировались как безвредный аналог обычным сигаретам. Однако на деле оказалось, что они наносят огромный вред здоровью. Согласно исследованиям ученых, каждый раз при использовании электронной сигареты «Курильщик» сокращает жизнь на 9-12 минут. В школах Сарова идет активная профилактическая работа по профилактике зависимости среди подрастающего поколения. А клиническая больница номер 50 помогает педагогам. Развенчать мифы о безвредности вейпов и популяризировать здоровый образ жизни – цель мероприятий, которые проводят в учебных заведениях города врачи, психиатры, наркологи и клинической больницы номер 50. К сожалению, возраст употребляющих электронные сигареты очень помолодел. Даже дети, обучающиеся в 1-3-4 класс, уже либо пробовали, либо действительно курят электронные сигареты. Поэтому профилактические беседы на эту тему – это один из способов привлечь детей, которые еще достаточно маленькие, чтобы они не начинали употреблять. Мне бы хотелось только, чтобы наша работа была более собрана, концентрирована. Для этой цели нам необходимо работать не только лекциями и разговорами с детьми, но и комплексно, с участием психотерапевтов, социальных педагогов, психологов, в виде тренинговых занятий. По статистике, в России за пять лет курильщиков электронных сигарет стало почти втрое больше. Наблюдается рост числа 11-17-летних, которые когда-либо пользовались вейпом. В настоящее время 7% подростков – курильщики. Для сравнения, в 2021 году их было 3,3%. И это только начало. Производители подобных устройств готовятся в ближайшую пятилетку довести оборот на своем рынке до 4 миллиардов долларов. Как рассказал Андрей Калинин, подростки и их родители практически не обращаются по поводу лечения зависимости от вейпов. Тревожные звоночки поступают из школ. К нам приходят уже с другими вопросами. Там уже речь не о вейп, там уже о психоактивных веществах другого порядка. Вейп как стартовая позиция для курения других веществ, возможно. Однозначно сказать, что вот раз ты куришь вейп, ты станешь наркоманом, конечно, я так не скажу. Но если ты начинаешь себе позволять употреблять одно, второе, третье, как бы внутреннее твое табу, оно становится не просто мягким, оно становится восприимчивым к любым предложениям. И в такой ситуации отказаться от предложения дилера будет сложнее, согласитесь, чем если ты не употреблял вейп, если ты не куришь. Одна из причин, почему дети тянутся к сигарете или вейпу, получить удовольствие, никотин стимулирует в организме выработку гормона и нейромедиатора дофамина. Человек вновь и вновь испытывает желание повторять действия, которые в прошлом привело к выбросу дофамина. В нашем случае раз за разом тянется к сигаретной пачке или вейпу. Спорт и творчество – то, что приносит удовольствие, прекрасно заменяет любые психоактивные вещества. Эндокринная система спортсмена, например, вырабатывает дофамин, эндорфины, окситоцин, адреналин. Благодаря этому коктейлю улучшается настроение и самочувствие, не говоря уже о пользе для здоровья. Себя надо находить как можно раньше, в каких-то занятиях творческих, чем-то себя увлекать. Это может быть наука, это может быть учеба, это может быть спорт, все что угодно, в чем ты будешь достигать каких-то результатов и на этом подниматься. 15 мест победителей и 104 места призеров завоевали саровские школьники на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. На первом месте лицея номер 3, 7 победителей, 28 призеров. На втором лицея номер 15, на третьем гимназия 2. Также победители есть в школах номер 10, 12, 17. Призеры учатся в школах 11 и 16. Впервые в общем зачете приняли участие ученики Саровской православной гимназии, которые заняли 9 призовых мест. Другая важная информация в подборке коротких новостей. При обнаружении беспилотников в воздушном пространстве нижегородцам рекомендуют сообщить об этом по телефону 112. Напомним, в регионе действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. Ограничения ввели из-за установления в области базового уровня готовности. Запрещены полеты всех беспилотников, за исключением тех, которые используют органы государственной власти или организации, оформившие специальное разрешение. Растет число случаев мошенничества, когда преступники, представляясь сотрудниками ФСБ, обвиняют жертву в госизмене. Человеку поступает звонок. Звонивший представляется сотрудником ФСБ и говорит, что неизвестные получили доступ к счетам и хотят перевести деньги с них на поддержку украинской армии, из-за чего клиента банка могут обвинить в госизмене. Мошенники требуют перечислить все средства на их счета, якобы, чтобы спасти деньги и найти злодея. А порой напуганную жертву вынуждают взять кредит. В банках предупредили, что такие истории по телефону могут рассказывать только мошенники, и поддерживать с ними беседу не нужно. 15 марта по всей территории России прогнозируется температура значительно выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель гетромедцентра Роман Вильфанд. В Сарове в среду воздух прогреется до плюс семи, и затем до конца недели столбики термометров будут держаться в районе плюс четырех. Ночью еще, возможно, небольшие морозы. На неделе синоптики прогнозируют небольшие осадки. ДТП в Дивиевском районе унесло жизни двух человек. 11 марта на 33-м километре автодороги выездной Дивиево-Сатис столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии погибли мужчина и женщина, жители Сатиса. Дорожно-транспортные происшествия были и в Сарове. К счастью, обошлось без жертв. Работа в минус. Саровченко нашла в интернете объявление о подработке. Условия простые – покупать и доставлять домой к больному человеку продукты. Средства переводит заказчик. Женщина согласилась и, внушающий доверие голос на том конце трубки, сказал, что деньги уже перевел. Затем последовал еще один звонок. Мужчина объяснил, что по ошибке перевел оплату несколько раз и попросил вернуть деньги. Жертва афериста ничего не заподозрила. Потом он ей перезвонил и сообщил о том, что ошибочно направил ей два раза эту сумму. Нужно вернуть деньги. Женщина, не проверив свое состояние счета по карте, перевела в итоге несколькими операциями деньги на общую сумму 155 600 рублей. Своих денег на прошлой неделе лишилась еще одна сыровченка. Ее мошенники обманули по уже ставшей классической схеме. Звонивший представился сотрудникам банка. Напугал пожилую женщину тем, что в ее личном кабинете злоумышленники пытаются оформить на нее кредит и предложил помощь. Прислал ей ссылки, которые женщина открыла. После длительного разговора молодые люди прекратили беседу. И на следующий день женщина в банкомате взяла выписку по своей карте. Поняла, что стала жертвой мошенников. Так как с карты были списаны денежные средства в сумме 35 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту Г, часть 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Зафиксировали за минувшую неделю и случай фальшивого монетничества. 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от сотрудницы банка о том, что в ходе перерасчета купюр выявили фальшивую пятитысячную купюру. Деньги поступили из продуктового магазина города. Злоумышленника сейчас ищут. Воровали и на улицах города. Когда юная саровчанка лишилась телефона, в полицию обратилась ее мама. 11 марта у дома 19, полиция школьная, неизвестный мужчина похитил у ее малолетней дочери сотовый телефон. По ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан молодой человек 1993 года рождения. Ранее судимый за аналогичное преступление. На прошлой неделе в Сарове произошло 8 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшей. 7 марта на перекрестке улиц Ленина и Духова водитель сбил пешехода. Женщина 1950 года рождения перепекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП получила перелом большеберцовой кости. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Время сильных. Профсоюз в НИЭФ организовал спортивный праздник для работников ядерного центра. Участникам предстояло пройти несколько станций и продемонстрировать силу, ловкость и смекалку. Подробности далее. Азарт, преодоление себя, проверка крепости духа и тела. На стадионе «Авангард» собрались только самые сильные и смелые. Спортивное состязание профсоюзной организации в НИЭФ «Время сильных» прошло в этом году впервые. Каждый этап соревнований организаторы подготовили таким образом, чтобы не только закалить характер участников, но и развить сплоченность команды, умение поддерживать друг друга на пути к общей цели. Наша команда настроена позитивно, думаю, как и все здесь присутствующие. Сегодня раннее утро, нас радует погода, солнышко, все радуются. Мы пришли сюда, началась регистрация, нас наградили, нас сразу дали вот такие ленточки прикольные. Мы настроены сегодня, конечно же, на победу. Целую неделю провели в пинтбольном тире, отрабатывали навыки пинтбола. У нас задачи всегда только тройка, но сегодня должны первые быть. После регистрации командам раздали маршрутные карты, по которым они двигались от одного этапа к другому. Всего участников ждали шесть испытаний. Каждая станция носила имя одного из великих людей России. На испытании под названием «Петр Первый» командам предстояло на время разобрать и заново собрать в правильной последовательности большие кубики. На этапе «Иван Подубный» мужчины состязались в силе воли и физической подготовке. Им предстояло наибольшее количество раз поднять гирю. Проходятся они замечательно, все весело, все дружно. И результат узнаем в самом конце. Команда сплоченная, хотя и создан у нас двух коллективов – «ПЭС» и «Первый завод», но сплотились, как бы дружно все выступаем. Самое интересное сейчас впереди, вот у нас кубик Никитина, а самое интересное – это гири, как бы больше народ собирает. Меткость и острый глаз участникам понадобились на станции пинтбольного тира под названием «Калашников». Еще одно из зрелищных испытаний «КамАЗ-мастер» назвали в честь сильнейшей российской команды мирового автоспорта. На этой эстафете участники соревнования «Время сильных» ворочали большое грузовое колесо на время. А на этапе Сергей Лавров внефовцы показали свою смекалку, логику и быстроту реакции. Всего в состязаниях «Время сильных» участвовало 8 команд по 10 человек. Среди участников были и представительницы прекрасного пола. «Мы на помощь! Скорая! Быстрая! Веселая!» Команды формировались необычным образом. Это команда не по подразделениям, это команды, сформированные по направлениям работы. У нас есть команда заводчане, и это команда с двух заводов. У нас есть команда атишников, у нас есть команда испытателей, команда исследователей. У нас есть команда медиков, но эти люди вообще незаменимы в нашей жизни. И команда охранников у нас тоже есть. Состязание по перетягиванию каната Илья Репин стало завершающим. За этот этап самые сильные команды получили спецприз. Также подарки получили и самые активные болельщики. После состоялась церемония награждения команд победителей спортивного праздника «Время сильных». Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Лидер против аутсайдера. В выходные в Ледовом дворце прошел последний матч чемпионата Высшей лиги Нижегородской области перед полуфиналом. Соперником саровчан стала команда из Урения. Как прошла игра, расскажем в следующем репортаже. Недооценили соперника. В минувшие выходные на Саровском льду встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Хоккейный клуб «Саров» принял на своем льду команду «Урень». Исход игры был для большинства предсказуем. Многие болельщики предсказывали победу «Сарова». Но с первых минут игры ХК «Урень» взял инициативу в свои руки и отправил две шайбы в ворота «Сарова». На перерыв ушли со счетом 0-2. В принципе игра была равна. То есть где-то мы повели в начале, там первый период две забили. Во втором немножко потели, пропустили. Ну до конца в общем боролись. Команда молодцы, боролись до конца. Здесь достаточно много ходит народу. Приятно играть при полных почти трибунах, когда чувствуется даже поддержка, допустим, соперника. Ну классно. Во втором периоде наша команда подтвердила статус лидеров турнира и отправила в ворота «Урень» сразу четыре безответные шайбы. Ответить противник смог только в третьем периоде. В финале игры соперники обменялись шайбами и завершили матч со счетом 5-3. Зрелищные голы, накал страстей и непредсказуемая развязка. Каждая игра нашей команды была для болельщиков запоминающейся. Впереди плей-офф. Им как никогда нужна наша поддержка. Уважаемые болельщики, приходите на плей-офф. Поддержите нас. Мы будем стараться победить снова, чтобы Саров был первенец. Место встречи – Ледовый дворец. Время – 13 часов. Уже в эту субботу хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с командой «Старт» и «Станшаева» в рамках плей-офф. Не пропустите. Прямая трансляция игры будет идти в группах канала «16» в социальной сети ВКонтакте. Для зрителей старше 12 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.